Алые гвоздики к подножию памятника воинам-заводчанам ознаменовали начало праздника. Именно так уже много лет начинается каждый день рождения Муромского стрелочного завода. О ветеранах предприятия напоминает и эта аллея славы, созданная ровно 10 лет назад. Сегодня по соседству с подросшими кленами и рябинами были высажены эти маленькие сосны. Вот это дерево отныне будет носить имя ветерана стрелочного Михаила Ларина, о чем свидетельствует именная зеленая лента. Михаил Алексеевич проработал на заводе с 1975 года по 2000-й. Старший мастер инструментального цеха, один из тех людей, кто в прямом смысле строил завод. Придя сюда через 10 лет, он оценил, как изменился стрелочный. Внешне сильные изменения, конечно. Внешне. Лучшие, конечно, стороны. Более современные корпуса, внешний вид. Дальше все территории очень обихожены, как говорится. В числе гостей ветеран труда Трудового фронта Анна Марченко. На завод она пришла в 1943 году. Тогда, вспоминает Анна Дмитриевна, девчонкой приходилось работать у станка по 15 часов. Да и условия тогда были не совсем те, что сейчас. У вас чистота кругом. Вы работаете в теплых помещениях. А мы работали в войну очень тяжело. Свет был плохой. Кругом была грязь. Очень тесно было. План давали большой. На три смены работали. А в войну так по 12 часов. Люди очень переживали. И хотели, чтобы быстрее закончилась война. Вот и вы теперь. Помните нас, не забывайте. И продолжайте наши традиции. Время не стоит на месте, а вместе с ним развивается и стрелочный завод. Сегодня на предприятии трудится 2300 работников. Многие из них в день юбилея завода были отмечены грамотами и поощрены денежными премиями. Именно таких людей, профессиональных кадров и трудовые династии, генеральный директор Виктор Ткаченко считает визитной карточкой своего предприятия. Все, что на сегодня сделано, делается, это прежде всего делается коллективом, работниками завода. Все, что производится на заводе, как я уже сказал, это делается силами коллектива, коллектива высокопрофессионального, коллектива, призванного своему делу, отдающему себя работе без остатка. Со слов Виктора Ткаченко, за последние годы завод словно пережил второе рождение. С момента прихода на стрелочные новой управляющей компании неоднократно повышалась заработная плата. Сегодня средняя она составляет 20 тысяч рублей. Юбилей – это не только итоги достигнутого, но и взгляд в будущее. Огромные средства были вложены в ремонт цехов, оснащение медсанчасти в техническое перевооружение предприятия. Благодаря новому импортному оборудованию расширяется номенклатура производства. Сегодня стрелочные нацелены на выпуск абсолютно новой продукции, комплектующей для высокоскоростных магистралей. Это высокоскоростные магистрали, где в основу будут положены совершенно новые конструкции с более высокими техническими характеристиками. Над чем, я повторяю, мы сегодня работаем. И эта номенклатура нами сегодня прорабатывается, и в определенный период времени, надеюсь, мы получим освоение. Для осуществления намеченного руководство завода намерено приложить усилия для воспитания кадров. К примеру, в ближайших планах Виктора Ткаченко – покупка квартир для молодых специалистов. Ольга Килешина, Александр Барсуков, Новости 24, Муром.